Утром четверга в Кировском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина. 55-летний хабаровчанин в прошлом был электриком. Полтора года назад его парализовало. По словам соседей, произошло это на нервной почве из-за кредитов 400 тысяч рублей, который горожанин взял на строительство и не смог выплатить. Когда жильё загорелось, мужчина лежал прикованный к кровати. Сначала из дома пошёл дым, затем появилось пламя. Огонь постепенно охватил не только жилое помещение, но и чердак. На номер 112 ЧП сообщили соседи, которые живут во второй части дома. Мужчина почувствовал резкий запах гари. До приезда пожарных расчётов он попытался самостоятельно утихомирить пламя, но его сил оказалось недостаточно. Утром рано запах дыма. Я, естественно, побежал проверять, стучать, греметь. Никого нет, дым оттуда вывалит. Ну, я предупредил, это как у соседей вызвал, и начал тушить. Естественно, начал звать на помощь. Выломал им стёкла, начал брызгать до прихода пожарных. Ну, естественно, я сам бывший пожарник. Инвалид проживал в доме вместе с матерью. Пожарные обыскали весь дом, но пенсионерки внутри не было. Похоже, она, как обычно, ранним утром ушла по делам. Соседи были не слишком удивлены случившимся. Семья вела полумаргинальный образ жизни. Мать и сын часто выпивали, принимая у себя сомнительных гостей. Произошло ли возгорание из-за непотушенной сигареты, невыключенного электроприбора или из-за чего-то ещё – неизвестно. В тушении пожара принимали участие пять расчётов. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Проверку ведёт полиция. Сыщикам нужно отыскать подтверждение того, что был несчастный случай, и исключить криминальную подоплёку пожара. С места происшествия Анастасия Манина и Леонид Булдегеров.